Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала LifeTaro. Меня зовут Надежда, и сегодня я хочу сделать общий расклад на общие темы. Этот расклад подойдет для разного рода вопросов. И я хочу посмотреть в этом раскладе прошлое, настоящее и будущее на ближайшие полгода по вашей ситуации. Ситуация может быть запрошена любая отношение между людьми. Любимыми в семье, коллеги, друзья. Это может быть бытовая ситуация, любая. Это может быть связано с переездом, это может быть покупка, приобретение чего-то. Все, что угодно, сработает точно так же. Загадайте ситуацию. Определитесь точнее ситуации и загадайте цифру от 1 до 4. Тут императрица, трое попадает. Нет, сделаем 4 позиции. Делать буду на старенькой своей колоде 78 дверей. Заработанная, залюбленная, вся вдоль и поперек. Итак, 4 позиции. Выбирайте свою. Загадайте ситуацию. И будем смотреть прошлое, настоящее и будущее в ближайшие полгода в вашей ситуации. Итак, смотрим позицию номер 1. Для тех, кто загадал, позицию номер 1. Смотрите. В прошлом вам нужно было постоянно искать подход к кому-то. Что в любовных отношениях, да? Отношения держались на конкретном человеке, и вы не могли понять, что ему надо было, как ему надо было, что он хотел. И вообще, с какого бока к нему подъехать, чтобы получить тот результат, который вы хотели. В бытовой ситуации и в ситуации с работой это точно так же, да? Что ситуация здесь не зависела от вас. Ситуация зависела от другого человека, которого вам, которого там, вплоть до того, что надо было найти, которого надо было, не знаю, там, караулить, доставать. Для того, чтобы получить то, что вы хотели. Если это любовная ситуация, да, получить брак, серьезные отношения, либо просто совместное проживание, если это касается работы. Получить либо повышение, либо улучшение условий труда, да, либо какие-то снисхождения по вопросам переезда, там, или смены жительства, продажи, там, жилья, покупки жилья. В любом случае, здесь главную ключевую роль играл другой человек, от которого все зависело. В настоящем, да, что происходит в настоящем? В настоящем стоит какой-то выбор между двумя. Если в любовных отношениях, здесь может быть появление соперников, соперниц, здесь может быть участие треугольников и четырехугольников. И эта ситуация на данный момент для вас глобальная, но она сейчас выходит из-под контроля. Вот буквально все рушится под ногами, и в том виде, в котором ситуация находится в данный момент, вы для себя понимаете, что она чуть позже, да, в дальнейшем, так как сейчас она выглядеть не сможет. И это действительно так, потому что в будущем по вашей ситуации здесь будет много нового придет. Здесь может быть, если по личным отношениям, какие-то новые знакомства, перспективы, новые отношения. В работе, опять же, новые какие-то могут, либо должности на старом месте, либо вплоть до того, что вам придется поменять работу, найти что-то новое, и где вы сможете развернуться. Будущее здесь, в плане, вот, допустим, фатально, да, там будет лучше, чем сейчас, или хуже, чем сейчас. Будет лучше, чем сейчас, будет качественнее, откроются перспективы, откроются горизонты по любым здесь вашим ситуациям, да, бытовые, любовные, рабочие какие-то моменты. Не бойтесь тех перемен, которые сейчас наступают, перемены, которые происходят по карте Страшный суд по 20-му Аркану, они так или иначе ведут к лучшему. Пусть на данный момент вам кажется, что все-все-все разрушается, улучшения никаких не предвидится, что ситуация вышла из-под контроля. Дайте этой ситуации развиться и закончиться. Когда пройдет немного времени, вы поймете, что вам открылись лучшие шансы в вашей ситуации. Поэтому тех перемен, которые наступают сейчас и которые уже начинают происходить, просто дайте им произойти. Позже вы увидите, что все было к лучшему. Это все, что касается по первой позиции. Смотрим позицию номер два. Прошлое, настоящее и будущее на ближайшие полгода в вашей ситуации. Прошлое. 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 Что происходило в прошлом? В прошлом вы в своей ситуации двигались на ощупь. Объективных вещей, объективных событий, либо действий людей вы не видели. Все как-то было скрыто, сокрыто от вас. Это, возможно, были какие-то действия, которые велись за вашей спиной и вас в курс дела не посвящали. Здесь может быть точно так же, что вы в силу своей внутренней загруженности, в силу проблем, которые помимо данной ситуации были вокруг вас, вы не замечали объективно того, что происходило. И по этой причине, потому что вы бездействовали. Бездействовали не потому, что не хотели, а потому что реально не видели, что происходит. Ситуация стала развиваться так, как стала развиваться. Все вышло из-под вашего контроля, разрушилось, перерушилось. Но, тем не менее, плюсы в прошлом в этой ситуации вы в любом случае для себя извлекли. Здесь та ситуация, которая, как говорится, нет худа без добра. Добро в этой ситуации вы в любом случае получили. И какие-то выгоды, несмотря на то, что ситуация произошла без вашего участия, тут как-то сама по себе, тем не менее, некоторые выгоды для себя вы получили. Все, что касается настоящего. В настоящий момент здесь происходит переоценка, кто лучше, кто хуже, кто старше, кто младше, кто красивее, кто страшнее, не знаю, кто тоньше, кто толще. И здесь банально такой вот выбор, и выбор с одной стороны такой праведный, да, и выбор с одной стороны справедливый, и вплоть до того, что вот то, что не нравится, от этого надо избавляться для того, чтобы началась новая страница в жизни. То, что сейчас происходит вокруг вас, это естественное стечение обстоятельств, потому что всегда говорится два сапога пара. И вот в данной вот вашей ситуации, да, здесь две какие-то действующие константы, они неравные, и так дальше быть невозможно. И если это касается вашей какой-то рабочей ситуации, да, то здесь вплоть до того, что вам не дадут возможность, да, если вы претендуете на какую-то должность занять это место, потому что здесь, ну, несоответствие. Я не знаю, это несоответствие конкретно вы на самом деле не дотягиваете, либо взгляды руководства, да, вот на вас такие не объективные, им кажется, что кто-то будет лучше. Если это касается ситуации личных отношений, то это точно так же, да, что либо вы, либо ваш партнер понимаете, что вы достойны лучшего, вот, и здесь в отношениях, чтобы начать новой жизнью, начать жить новой жизнью, да, и дышать полной грудью, здесь от чего-то нужно избавляться. Причем здесь больше идет формальности, да, и по работе, да, что это будет как-то скреплено, не знаю, подписями, печатями. Если это ситуация, которая касается брака, то здесь вплоть до того, что неминуемый развод. И по другим ситуациям тут сложно сказать, да, что если, допустим, вы подыскиваете себе какое-то новое жилье, да, либо какое-то место жительства, то в силу разных обстоятельств, да, вот в данном конкретном месте тут не получается. Здесь много объективных, законодательных каких-то моментов, формальных моментов, там, бюрократических банально, по которым тут не получается, и нужно двигаться в каком-то другом направлении, что-то другое подбирать. И покупка жилья здесь точно так же. Вот что-то там не то. Тут могут быть проблемы какие-то с документами, да, всмотритесь, пересмотрите данную ситуацию, проверьте и перепроверьте. Особенно если ваша ситуация связана с документами, с какими-то, да, вы что-то собираетесь покупать либо продавать по документам, все тщательно-тщательно перепроверьте. Если есть какие-то сомнения, лучше откажитесь и подождите новую возможность, новая возможность будет. В отношениях здесь все несколько по-другому, да, что здесь отказ от чего-то точно так же по таким справедливым причинам, которые игнорировать здесь уже невозможно. Но в любом случае новый шанс будет предоставлен, вот, и причем там, знаете, как по дураку, да, что без особых на то усилий, причин, вот, знаете, как счастье там свалится на голову, вот этот шанс. То есть это не конкретно шанс свалился, вот, и все, и вы бездействуете. Здесь свалится возможность, да, получения чего-то нового, чего-то лучшего. В данный момент будет сваливаться шанс, откроется шанс для новой жизни, для новой дороги. Что будет происходить в будущем? Ну, в будущем вы будете заложником обстоятельств. Эти обстоятельства будут продиктованы более сильным человеком, эти обстоятельства будут продиктованы человеком, который имеет больше опыта, больше власти, а может быть, и в ваших глазах больше авторитета, нежели вы сами для себя. И самодеятельности здесь никакой не будет. Да, тут, знаете, тут вплоть до того, что вы и сами не захотите, после того, что вот пережито было и в прошлом, и в настоящем, в ближайшие полгода что-то уже, активность какую-то, да, здесь уже не захочется предпринимать, захочется отдохнуть и захочется положиться и возложить решения либо проблем, либо каких-то моментов, которые надо делать, захочется переложить на другого человека. Вот, собственно, это будет продиктовано вашим желанием немного передохнуть, расслабиться. В любовных отношениях здесь, вплоть до того, что вы можете махнуть рукой и сказать, делай все, что хочешь, я на все согласна. В работе точно так же. Делайте, что хотите, перепоручайте кому хотите, вот мне все равно. Здесь такая будет ситуация, что мне все равно. Если есть кто-то лучше меня, пусть он сделает. В любом отношениях. Если есть кто-то лучше меня, иди, да, там держать не буду, там падать в колени, там держась там за юбку либо за брюки, я не буду. Свободен, иди. Такая ситуация была во второй позиции. Так, смотрим позицию номер три. Прошлое, настоящее и будущее по вашей ситуации. Отлично. Прошлое. Что касается прошлого. В прошлом, несмотря на то, что были вам какие-то предложения, обещания, какие-то, может быть, высокопарные слова, вы понимали, что это ложь, что это обман, вы понимали, что как бы человек либо люди не пытались показаться с хорошей стороны, какие бы они не пытались делать щедрые знаки, обещания прекрасные и далеко идущие вперед, вы понимали, что по сути это ложь, по сути это вранье. И как бы вы не пытались достучаться до человека либо до людей, как бы вы не пытались выяснить, что же происходит на самом деле, тут, как у змеи, ног найти было невозможно. Конечно, ситуация, в которой вы находились здесь, не самая лучшая, потому что когда вы чувствуете, что за вашей спиной ведутся какие-то подковерные игры, а вам в лицо говорят, что все хорошо, все в порядке, но вы нутром чутьем понимаете, что все на самом деле не так, как говорится, не так, как это показывается, конечно, ситуация это не из лучших. И что происходит на данный момент? На данный момент все же было какое-то конкретное предложение, да, был какой-то сделан человеком либо людьми вывод, либо вы сами этот вывод сделали, но он вас не устраивает. Вы все равно чувствуете какой-то подвох, вы все равно чувствуете, что есть некое закулисье в том, что происходит сейчас, и имея опыт в прошлом, да, что по факту все оказалось враньем, и в настоящем точно так же, да, несмотря на то, что вроде бы все чисто, вроде бы все заманчиво, но что-то вас смущает. Здесь это может быть точно так же по любой ситуации, да. Когда любимый человек вам говорит, выходи за меня замуж, сейчас я тут со своими делами разберусь, и мы с тобой пойдем в ЗАГС. А вы уже понимаете, да, что сколько было вранья, сколько было подвоха с его стороны, что уже и рискнуть-то страшно, да, мало ли что. Точно так же, там, допустим, если у вас какая-то сделка, да, была, натыкаясь на то, что где-то были, там, не знаю, какие-то мелкие-мелкие шрифты, в котором невыгодные условия, там, какие-то звездочки, что вы понимали, что вас пытаются подсадить на невыгодные условия, и сейчас вроде бы условия чистое, прозрачно, но тем не менее у вас уже есть смущение, у вас есть недоверие, и вы хотите подказаться. И по работе точно так же, да, что какое-то, может быть, заманчивое предложение сейчас на данный момент вам выдвинуто, но вы чувствуете, что там, может быть, не все так чисто, и поэтому вам в данной ситуации сейчас проще отказаться, нежели рисковать, понимая, что все может быть не так, как представляется хорошо на данный момент. И по факту свои выводы вы сделаете верно. Почему? Потому что поймете, что те предложения, либо те возможности, которые вот действуют на данный момент, облегчение, удовлетворение, расслабление вам не принесут. Наоборот, вы окажетесь в такой ситуации, когда, если вы здесь сейчас рискнете, да, вы поймете, что зачем я это делала, куда я сунулась, либо сунулся, вот надо было пойти другой дорогой, и другую дорогу вы для себя выберете. Причем другая дорога для вас будет сразу с первых шагов перспективная. Если вы выбираете другого человека, да, не того, который сейчас вам тут обещает чего-то, что-то, то вы будете понимать, что тот новый, либо тот, который другой, он более надежный, более стабильный, более перспективный в работе точно так же, да, что на данный момент, да, по прошествии какого-то времени, там, полугода вы понимаете, что ситуация не улучшилась, несмотря на то, что вам предлагали там благо-благо-благо, вы понимаете, что на самом деле не выполняют того, что заявляли, вот, и, наверное, надо было сразу уходить. И перемены здесь в любом случае будут, и перемены вам будут на благо. По бытовым, по каким-то вопросам, что связано с жильем, с переездами, точно так же, да, поняв, что вы делаете какой-то неправильный шаг, вы свое решение поменяете, и для вас оно будет лучшим, нежели то, вот, которое вы рассматриваете на данный момент, вот, и в котором вы тут варились определенное время, поняв, что не все там так хорошо, как может выглядеть на первый взгляд, либо как рассказывают либо люди, либо человек. С путешествиями, кстати, это тоже может быть связано, что вам кто-то там предлагает, может быть, заманчивый тур, вот, а по факту, когда вы начнете проверять, перепроверять, вы поймете, что, ага, там есть какие-то моменты, которые были не озвучены, и они вам не выгодны. Вот, и просто поменяйте свое решение. И по четвертой позиции. Прошлое, настоящее и будущее, будущее на ближайшие полгода по вашей ситуации. Кармическая ситуация по четвертому моменту – это урок, который вы должны будете пройти, из которого сделать выводы. Здесь в любом случае все, что происходит, здесь происходит не просто так. и ситуация дана лично для вас. Ну, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть старших арканов из девяти карт. К тому же, такие арканы, как страшный суд, башня, луна, да, что это все не просто так, и это вам на переоценку ценностей, для того, чтобы вы поняли, где, где ваше, где не ваше, за что стоит цепляться, а что стоит отпустить. Итак, смотрите по прошлому, что касается прошлого в вашей ситуации. Ситуация тянулась, 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 превратилась в какое-то болото, но это болото неожиданно по каким-то причинам просто развалилось, да, разлетелось на куски. И вы сами не понимаете, как это произошло, почему произошло, что вроде бы настолько была стабильная ситуация, Пусть она и болотцем попахивала, но каких-то неожиданностей особых ждать не приходилось. Но нет же. Все стало разворачиваться каким-то неожиданным образом, и все встало с ног на голову. Что происходит на данный момент? На данный момент вы пытаетесь сейчас спасти эту ситуацию. Вы понимаете, вы пытаетесь то, что разрушилось, то, что разлетелось на куски, пытаетесь собрать, склеить. Но это в любом случае иллюзии. Процесс трансформации, процесс разрушения уже запущен. И до тех пор, пока все не будет зачищено. Башня – это карта зачищения, очищения. Но она зачищает не для того, чтобы вас загнать куда-то в угол и совсем вас разрушить. Нет, башня – это карта сложная. Это карта, когда все происходит болезненно, когда все происходит так, что безэмоционально к этому относиться невозможно. Но, тем не менее, башня расчищает прошлое и настоящее для того, чтобы в будущем предоставить шанс. Это всегда по башне. Не бывает так, что произошли какие-то трансформации, перемены, и конкретно вообще стало плохо, плохо, плохо. Это настолько исключение, которое, ну, по большому счету, вот так вот на память даже не вспомню, да, когда после башни все было капитально как плохо. Вот точно так же и у вас. Сейчас, на данный момент, не пытайтесь спасти обломки какие-то, не пытайтесь склеить вазу, которая здесь не просто там развалилась на две части, здесь она настолько на мелкие кусочки развалилась, что попытаться восстановить тот изначальный вид этой вазы, да, буду говорить, метафорами, здесь бесполезно, да. Вы либо нужный кусок не найдете, вот, либо склеите, что она будет настолько корявая, что вам самой будет противно на нее смотреть. Поэтому здесь какие-то усилия сейчас, на данный момент, четные. Запустился процесс трансформации, запустился процесс разрушения, дайте ему пройти до конца, чтобы у вас остался, грубо говоря, чистый фундамент, на который вы можете ставить новые стены, да, там, ложить. Крышу и прочие-прочие моменты. Что карты говорят по будущему, да, что будет в ближайшие полгода. В ближайшие полгода вы найдете выход из вашей ситуации, вы сможете, вам откроется какая-то возможность, она будет такая небольшая, да, она, с одной стороны, может быть даже показаться вам сложной в исполнении и мутной на перспективы. Но, тем не менее, не бойтесь, вот этот шанс исправить ситуацию вы в любом случае почувствуете, потому что это ваш урок, который вы пройдете, и выход вы в любом случае здесь не пропустите. Другой момент, что воспользуетесь ли вы им. Если воспользуетесь, урок вы усвоите и получите хорошие результаты. Если не воспользуетесь здесь, скорее всего, ситуация повторится похожая еще раз, вот вы будете заново по кругу ее проходить. Поэтому, возможность предоставлена будет, с ней нужно будет немножечко, не знаю, побороться, повоевать, приложить усилия. Особых надежд вы на нее, конечно, возлагать не будете, но тот результат, который вы получите, вы сами удивитесь. По любой сфере здесь настолько такие карты, да, сложные и серьезные, что здесь даже какие-то конкретные примеры по разным сферам, да, там, работа, отношения, финансы, семья. Здесь сложно приводить, поэтому, я думаю, вы, зная свою ситуацию, вы прекрасно поймете и прекрасно, да, подрегулируете под свою ситуацию то, о чем я вам говорю. Но на будущее, да, на ближайшие полгода будет вам предоставлен шанс, который удивит и обрадует вас. И более того, воспользовавшись этим шансом, вы сможете построить планы на ближайший год-полтора. То есть, будет у вас возможность не просто как-то наладить ситуацию, но спланировать, спроектировать ее на более отдаленное будущее. Поэтому сейчас самое главное – не паникуйте и не поддавайтесь в отчаянии. Процесс естественный, и он в любом случае завершится. Выйдите из этой ситуации с достоинством и не пропустите тот шанс, который вам предоставится. Вы его увидите. Не бойтесь действовать, не бойтесь ввязаться в борьбу, либо в то, что вам придется здесь потрудиться, постараться повоевать. Результаты, полученные вами, будут вполне себе ого-го и с дальнейшими перспективами на будущее. Ну а на сегодня все. Я со всеми прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова